Даже дождливая погода не остановила волонтёров. На субботник вышло около 30 самых отчаянных сотрудников завода. Ну дождь, дождь, погода, лето у нас не удалось, в принципе уже привычно. Живя на Урале, можно осознать это. Поэтому как без особого напряга мы решились на это всё равно. В такой акции рабочие принимают участие не первый раз. Уже второй год они выходят на субботники и осенью, и весной. Спиливают сухие ветки и вывозят их. Убирают мусор и листву. Предприятие отпустило работников со смены и выделило уборочную технику. Весь мусор будет сожжён на территории завода. Наше предприятие очень ответственно относится к экологической безопасности, к санитарно-эпидемиологической безопасности населения. Мы считаем, что если уж судьба так сложилась, что жилая застройка так близко подходит к нашему предприятию, то мы должны отвечать за чистоту посёлков. А вот Алексей вышел на субботник не просто помочь, а привести в порядок свой родной район. В этом парке он провёл детство, да и сейчас любит здесь прогуляться. Видеть грязь и мусор в зелёной зоне ему неприятно. Поэтому он всегда готов выйти на уборку территории. Какую-то долю чистоты принести в наш город, несмотря даже на то, что в хроме негативное влияние на экологию оказывает, конечно, отрицать это бесполезно. Убираем как можем. То, что не успеют прибрать сегодня, облагородят на следующей неделе. Но всю выделенную территорию уберут обязательно, уверяют сотрудники русского хрома. Елизавета Наконечникова, Влад Черноусов, Интера ТВ